Уважаемые участники Петербургского юридического форума, позвольте мне объявить открытым заседание секции «Идея права и справедливости в европейской традиции». Прежде всего, я бы хотел поблагодарить всех вас за то, что вы проявили интерес к тематике, которую мы собираемся сегодня обсуждать. Наша секция довольно необычна, как вы могли, наверное, заметить. Она занимает совершенно особое место среди всех мероприятий форума. В отличие от многих специализированных юридических секций, которые вы видите в программе, часть из которых вы уже посетили, она носит такой явный междисциплинарный характер. И собрала она представителей, не только высоких представителей юридического сообщества, но и ученых из различных областей гуманитарного знания. Это не случайно, поскольку разговор об идее права, об источниках права, о его понимании, безусловно, выходит за пределы какой-либо одной области. Почему мы приняли решение именно в рамках нашего форума организовать такую секцию? Форум? С переводом все нормально? Does not work. Yeah. Five is English. Thank you. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что печальной реальностью нашего времени является всеобщее недоверие праву. И дело здесь, наверное, не только и не столько в отсутствии правовых знаний, сколько в глубоком убеждении многих людей, что право и справедливость – это одно, а закон – это нечто совершенно иное. И он никак не связан, например, с этическими категориями. Налицо некий смысловой кризис. Есть ощущение, что в сознании людей право носит сугубо инструментальный, я бы сказал, конвенциональный характер. И это касается, к сожалению, и представителей профессионального юридического сообщества. Юридический профессионализм как таковой зачастую рассматривается вне этических понятий. Те из вас, кто присутствовал вчера на торжественном открытии форума, помнят, что тема верховенства закона, а также необходимости нравственных критериев звучали практически во всех выступлениях. Это особенно подчеркнул и председатель российского правительства, когда он выступал. Вы, может быть, помните также, что декан юридического факультета Оксфорда, он, в частности, говорил о том, что сегодня складывается такая ситуация, что, скажем, по профессионализме адвоката можно судить по тому, насколько умело он заставил суд принять несправедливое решение в пользу преступника. Таким образом, эта проблема существует во всем мире. Но на примере России, где многие институты в последние два десятилетия, может быть, отчасти, можно даже сказать, почти с нуля воссоздаются, и в этом году мы сейчас и на этом форуме много говорим о 20-летнем юбилее новой российской конституции, может быть, на примере России это особенно очевидно. Ситуация, когда разговор о системе права идет в отрыве от объективных нравственных категорий, от понятия права и справедливости, создает ощущение некой искусственности всей системы и в конечном итоге не способствует росту правосознания и правовой культуры. Поэтому нам показалось важным, чтобы наряду с актуальными темами прикладного и узкоспециального характера также была поднята тема правопонимания, такая ключевая системная проблема, которая беспокоит и международное юридическое сообщество. Это первая попытка такого рода, и я надеюсь, что она в дальнейшем даст импульс серьезной вдумчивой дискуссии. Несколько предложений по регламенту нашего круглого стола. Он, правда, как вы видите, не получился в виде круглого стола как такового. Все же мы, тем не менее, надеемся на достаточно активное участие аудитории и очевидно, что все присутствующие здесь прекрасно понимают предмет беседы и имеют какую-то свою собственную позицию. И поэтому я бы все-таки хотел предложить, чтобы основные докладчики лишь наметили направление дальнейшего разговора и давайте постараемся больший резерв времени оставить на дискуссию. Мы во времени ограничены, учитывая в том числе то, что в 18 часов начинается экскурсия в Эрмитаж и некоторые участники не хотели бы ее пропустить. Поэтому спикеров я бы попросил это учитывать. Мы, наверное, попросим их говорить 10 минут. Ну, может быть, если 10 минут не получится, может быть, не знаю, 12, но лучше 10. Потом, значит, давайте пусть будет так, что можно будет по окончании каждого выступления, наверное, какой-то короткий уточняющий вопрос один задать, если там что-то именно непонятно по самому тексту выступления. А развернутые реплики давайте оставим на потом, уже, собственно, на дискуссии. Видимо, после того, как основные спикеры выступят, мы прервемся на небольшую кофе-паузу, и вот дискуссия уже состоится потом. У нас есть некоторое количество людей, которые уже выразили желание потом сделать какое-то сообщение в рамках дискуссии. Если, значит, есть еще желающие, вы, пожалуйста, может быть, напишите на бумаге ваше имя и организацию, которую вы представляете, и передайте сюда. Если возражений нет, мы, наверное, тогда уже переходим к началу. Министр к нам присоединится чуть позже, и, видимо, он будет скорее попробовать в завершение нашего круглого стола обобщить все те идеи, которые звучат на форуме в эти дни, и сказать нам то, что он считает нужным. А мы начнем тогда с тех спикеров, которые присутствуют сейчас в этом зале. И прежде всего я бы хотел предоставить слово профессору Вернеру Кравитцу из Вестальского университета Мюнстера, известному специалисту в теории права. Прошу вас, профессор Кравитц. Извините, господин модератор, я не смог прослушать перевод из-за технических проблем. Меня попросили начать, да? Прекрасно, прекрасно. Ну что ж, я хотел бы поговорить о праве и справедливости в сфере профессиональных юридических коммуникаций. И я буду говорить о современных нам реалиях, и говоря современные, я не имею в виду очень современные или даже постсовременные, а то, что есть и то, что используется сейчас. Говоря современные, я должен сделать связку с вопросом, каким образом нам концептуально подводить основу под эти предметы. Мой подход к вопросам справедливости и права, в особенности в европейской традиции, базируется на общей теории государства и права. А отсюда следует, что, во-первых, существует справедливость, как трактует ее право, справедливость, которая противоречит праву, и справедливость за пределами права. Я буду говорить преимущественно по первому моменту, то есть о справедливости, как она трактуется в законе. Смотря на современные юридические системы Центральной Европы, в особенности Западной и Восточной Европе, мы видим, что государство больше не придерживается позиции, по которой эти вопросы трактуются в теории государства и права. Мне хотелось бы сейчас выдвинуться три темы для обсуждения. Первая – это глобализация, распространение западной культуры и множественные современные реалии. Классические теории, такие как Маркса Дюргейма и Маркса Либера, анализируют современность и осовременивание через призму культурных и институциональных секторов, которые традиционно были присущи Европе. И здесь исследователи исходят из того, что это глобальное распространение культуры в рамках процесса приятия западных ценностей. И все то, что развивается сейчас в современной Европе и базовые институциональные подвижки, которые мы там видим, в конечном итоге будут превалировать в рамках модернизационных процессов в современном обществе. И в рамках этого же процесса они будут распространяться и далее в другие регионы мира. Это такой гегемонический подход к закону и обществу. Отсюда нужно проводить различия между модернизацией и распространением западной культуры. И в сфере наших профессиональных коммуникаций, в сфере права и закона и подвижек в сфере закона и справедливости можно отмечать некоторые процессы, которые характеризуются как современные, но не стыкуются с процессами, присущими Западу. По мнению некоторых исследователей, мы имеем дело с новой парадигмой социальной, культурной и правовой эволюции, которая основывается на множественности современных направлений развития. Это противоречит во зрениям классических теорий модернизации и конвергенции промышленно развитых обществ и культур, которые превалировали в 50-х годах. Теоретически, это мой основной тезис, такие множественные теории развития не вписываются в те теории, которые были приняты в традиционной науке. Здесь идет увязка со структурной эволюцией, в частности, эволюцией права и правовых систем. Сейчас мы видим многоуровневый подход к праву. И, соответственно, множественность направлений модернизации и современных реалий не исходит уже из того, что единственный источник этого процесса это западная культура и западные ценности. Скорее, это критический подход к некогда современным теориям модернизации. Мы теперь видим, что модернизация не ведет к юнификации или конвергенции социальных структур или правовых систем. Посему можно говорить о том, что модернизация не является ни способом всеобщей эволюции, будь то права человека или что-то другое. Скорее всего, это как раз структурные изменения, которые на постоянной основе изменяют нашу систему воззрений и наши системы права в рамках процесса трансформации и социального взаимодействия. Сегодня, глядя на существующие системы стран Центральной Европы, а также Западной и Восточной Европы и не только, можно выявить множественность современных направлений развития и модернизации и очень большую вариативность правовых систем. Нельзя говорить о том, что в процессе глобализации идет именно унификация этих систем, как могут подумать некоторые. И здесь мы проводим разницу между государственными правовыми системами и правовыми системами, которые не являются государственными. И далее мы проводим различия между формальным и неформальным правом. Концепция права базируется исключительно на понятии государства и соответственно увязывается напрямую с формальным правом, с формальным законом. А здесь Нужно принимать во внимание многогранные социальные реалии и те предпосылки, которые существуют в обществе в плане разработки законов. Это во-первых. Во-вторых, с точки зрения общей теории права и теории систем, право возникает во всех институтах и социальных системах, в частности, в тех, которым присуще взаимодействие, а во-вторых, в организации и в-третьих, в различных обществах и сообществах. Последние могут представлять собой как традиционные общества, допустим, Россия или западное общество в целом, либо на более высоком уровне глобальное общество, всемирное общество как таковое. Соответственно, здесь речь идет уже о глобальных коммуникациях в правовой сфере. И я хотел бы также провести разницу в этой связи между, во-первых, региональными обществами и сообществами и глобальными, мировыми. Последнее, чрезвычайно важно в моем подходе к праву и общей теории права. Что я имею в виду под глобальным обществом? Это отнюдь не то глобальное общество, которое действительно является унифицированным. Нет, скорее, это совокупность систем и подсистем. Глобальное сообщество и право, с моей точки зрения, это социальная реальность права, закона и порядка, которые притворяются в жизни через правовые системы государства. Моя система здесь отличается от систем некоторых коллег, иногда больше, иногда меньше. Концепция права и глобального общества, которое я использую в своих работах, базируется на дифференциации между региональными и глобальными обществами и сообществами. Потому что это имеет значение для дифференциации в плане коммуникации. Однако сейчас у нас нет ни единого глобального закона, ни единого глобального государства, и существует целый ряд причин, по которым очень маловероятно, что либо то, либо другое когда-либо появится. В-третьих, информация и коммуникация, теория информации и коммуникации, которая описывает взаимодействие и нормы взаимодействия в сфере, интересующей нас, профессиональной, юридической, правовой, это еще не готовый продукт эволюции. Он постоянно находится в процессе развития, и в этой связи принята довольно широкая концепция коммуникации в контексте нынешних теорий институтов и теорий систем. Именно ее нужно брать за основу. Право и правовые системы имеют теснейшую связь с системой коммуникации, в которую включаются все взаимодействующие организации на уровне как глобального общества, так и других уровнях. А глобальное общество – это не что иное, как система региональных обществ, которые интегрируют в своих рамках национальные правовые системы. Они, можно сказать, встроены в это глобальное общество. Технологический, экономический, политический и правовой аспект глобализации отнюдь не идут нога в ногу в рамках единого глобального общества. Это мой центральный тезис. Соответственно, концепция правовой коммуникации в этих рамках состоит из всей совокупности директив и норм, которые производятся и возникают в рамках правовых систем современных обществ. Это означает, что происходит эволюция этих юридических систем и их совокупности. И здесь нужно вернуться к нашим идеям и пониманию правовой системы, потому что только на этой основе мы сможем трезво понимать окружающий нас мир. Концепция коммуникации в правовой сфере включает в себя все формы взаимодействия и нормативных атрибутов ответственности, в частности, прав и обязанностей, так, как они сейчас известны в концепции гражданского права, уголовного права и общественного права. Вы видите, это очень широкая концепция с точки зрения общей теории государства и права. Снижая свою сложность, юридическая система ограничивает себя лишь определенными типами коммуникации. Так, лишь определенный узкий круг способов коммуникации могут приводить к появлению новых. И таким образом система продолжает работать. Один тип коммуникации ведет к возникновению другого, тот третьего и так далее по цепочке. Здесь нету начальной точки и нету конечной точки. Это происходит до тех пор, пока система не распадется. Аналогично цифровым компьютерным технологиям правовая система проходит через этот процесс, используя бинарный код. И бинарный код предполагает, что коммуникация в рамках правовой системы присваивает или усваивает, скорее себе, смысл. И, соответственно, невозможно в точности привязать какие-то современные ориентации к той или иной правовой системе. Это может сделать парламент в каких-то конкретных случаях. Суд или правовой суд может транслироваться как с правовой точки зрения, так и неправовой точки зрения, как имеющий юридическое значение, так и нет, справедливый, несправедливый, правильный, неправильный. В правовой системе, в глобальном обществе всегда есть возможность добавить другие значения, понятия, использовать другие каналы трансформирования данного понятия. Я думаю, мы об этом будем говорить позднее. Вполне очевидно, в современном обществе многие виды коммуникации имеют политическое, юридическое, экономическое, религиозное значение. Об этом говорил председатель, касаясь реальности. В том, что касается двоичного кода, каждая коммуникация имеет одно значение в рамках одной системы. Правовая система обеспечивает всеобщий подход к коммуникации. Она относится к определенным ячейкам и действует в соответствии с собственным кодом. Я надеюсь, что вы поймете, что я имею в виду, если я скажу, что современные понятия коммуникации и теории имеют самодостаточную правовую систему. Я знаю, что это достаточно абстрактное определение правовой коммуникации. Я надеюсь, у вас будет возможность и у меня будет возможность объяснить ее более подробно в ходе наших последующих обсуждений. Итак, в заключение, современный этап – это не просто эволюционный этап развития глобального общества и глобальной культуры. Мы сейчас живем во времена многогранных обществ, культурных подходов, которые отражают различные социальные среды. Это ведет нас к созданию новой парадигмы создания теории современного права. У нас есть различные нормативные уровни, на которых правосудие может определяться с той или иной точки зрения. Сюда входят религиозные, моральные, культурные, экономические и правовые аспекты, на основе которых мы можем разрабатывать это определение. Но в общей теории права это ведет нас к разбивке правосудия за пределами права, создания соответствующей системы коммуникации, которая будет действовать в соответствующей структуре. Я надеюсь, что не ошибаюсь, если скажу, что социальные аспекты права возможны, но не только возможны, но и необходимы. Имя поэтому необходимо разработать определенные требования, чтобы продолжать разработку теории современного правовой коммуникации и обозначить границы социальных адекватных рамок правовой коммуникации. В частности, данный подход отрицает в качестве принципиального аспекта ограничение, которое устанавливается на правовое мышление путем естественного права, которое разрабатывается. Право является важным элементом, которое использовалось многими философами для развития правовых аспектов гуманитарного общества. Благодарю вас за выступление. Мы очень рады, что вы могли присоединиться к нашей дискуссии. Очень интересно и справедливо подвергаете сомнения универсальность той картины, которая сложилась в эпоху модерна. Есть, кажется, короткий уточняющий вопрос у Дмитрия Владимировича Сладкова. Сладков фон Серафима Саровского. Коллега, в самом начале своего выступления вы сказали, что бывает справедливость за пределами права. Скажите, пожалуйста, а можно ли говорить о праве за пределами справедливости? Ну, естественно, мы можем, поскольку, и если вы об этом говорите, я к вам также присоединюсь. Что вам нужно в определении позитивности права? Я хочу говорить не только о позитивном праве, поскольку здесь возникают другие понятия. Естественное право, позитивное право, различные направления разработки права. Проблема заключается в другом. Например, давайте использовать ножницы в нашем правомышлении. Я начал с позитивных аспектов права, которые рассматриваются с точки зрения социальных, естественных наук. Социальных наук мы приверживаемся не только как юристы гармонизованных аспектов данного права или правовых доктрин. Мы начинаем с Конституции или Уставов. Нам нужно, и всякий раз мы сталкиваемся с конституальными проблемами. Наша проблема, каким образом мы можем ухватить суть этих контекстов. Мой подход заключается в следующем. Необходимо разработать рамки, концептуальные рамки, которые открыты не только для текста или содержания, но также для социальных наук. И мы, таким образом, могли бы организовать обсуждения с учетом других наук, для того, чтобы разработать общую... Можно или нельзя? Можно или нельзя? Парн, I did not grasp the translation. Дженнер? Так, ну давайте, может быть, все-таки мы дискуссию на потом оставим, иначе мы... Кратко говоря, мы можем добиться этого. Я пытался сделать это на основе правового мышления, которое организовано на многоуровневом подходе к положениям права. Есть различные уровни, различные доминанты, доктрины в определении права. Но затем здесь необходимо обеспечить взаимодействие различных направлений науки. И проблема заключается в том, как интегрировать все эти направления, все эти уровни, и создать новую концепцию, которая могла бы развиваться на определенных установленных условиях в нашем осуждении. Теперь я бы хотел предоставить слово нашему бельгийскому гостю, профессору Геннского университета, господину Марку Ванхуку. Прошу вас, господин профессор. Во-первых, хотел бы сказать, что русский перевод моего выступления уже готов. И надеюсь, он уже у вас есть. И те, кто заинтересованы, могут ознакомиться с ним, поскольку я буду говорить именно по нему. Итак, в целом, я ограничусь тем текстом по презентации в формате PowerPoint. Отправленным элементом будет тот элемент, о чем говорил профессор Кравец. История XX века привела к многим изменениям. В частности, поставила под сомнение наше восприятие принципов демократии, демократического общества. Мы создали, разработали концепцию демократии в XIX веке, которая подчеркивала верховенство большинства, то есть большинство принимает решения. Затем это было поставлено под сомнение, в частности, защитой интересов прав меньшинств и фундаментальных прав каждого конкретного гражданина. Кроме того, многоуровневая правовая структура европейских стран, я имею в виду как государственных членов ЕС, так и тех, кто отстаивает права человека, в частности, в рамках Европейского Союза. Эта правовая структура вместе с растущим ролью судов и парламентов перевернула с ног на голову монобалистическое и централизированное понятие национального государства, которое, по крайней мере, в рамках Конституциональной Европы придавало абсолютный приоритет именно правам законодателей. Сейчас вопрос сводится к следующему, каким образом мы можем определить минимальное ограничение демократии и определить охват прав человека, поскольку вполне очевидно, что права человека, концепция их расширилась в контексте деятельности Европейского Суда по правам человека. Здесь речь идет о различных дополнительных элементах прав человека, о чем мы обсуждали в ходе перерыва на кофе. Это права человека и, в частности, расширение таких понятий. Что мы видим здесь? Здесь есть постоянный процесс коммуникации между национальными и законодательными властями, европейскими властями, национальными судебными структурами, европейскими судебными структурами, международными судебными структурами. Проводятся регулярные заседания судебных органов, судей для обсуждения этих вопросов. Также проводится международное обсуждение для того, чтобы обеспечить формирование общественного мнения общества. С одной стороны, они формируют его, с другой стороны, изменяют его. То есть, они создают это общее мнение, с другой стороны, они формируют общую европейскую конституциональную культуру. Это означает то, что мы разделяем общие культурные принципы в этой связи. Вопрос, каким образом мы можем обеспечить формализацию этих решений суда? Я думаю, решение конституционных судов относительно прав суда по правам человека в Страсбурге, он является конституционным судом, принятие этих решений с соответствующим сообществом, это все является основой законодательного процесса. Вы знаете, только первые два слайда почему-то выводятся на экран. Ну, по крайней мере, вы видели два слайда, затем я буду говорить просто без слайдов. Поскольку, наверное, они у вас есть. Традиционная теория континентальной Европы подчеркивает важность прямых выборов для демократического законодательства. И с этой точки зрения, хотел бы сказать, что суды не должны заниматься разработкой закона, они должны его просто осуществлять на практике. Но сегодня теории, касающиеся прав человека, рассматривают суды как органы, защищающие права конкретных лиц против политического большинства. В частности, конституционные суды и Страсбургский суд являются как раз теми видом судов, которые отстаивают естественное право, и которые могут защищать интересы индивидуумов против законодательной власти. Здесь проводилось много обсуждений этого вопроса. Выдвигались аргументы относительно конституционных судей, которые не избираются прямо гражданами, и они участвуют в работе правовых и судебных систем, которые принимают важные решения. Кроме того, конституционные судьи в значительной степени ограничены, если сравнивать с полномочиями законодательной власти или правительств. Когда конституционные судьи рассматривают неконституционное законодательство, они иногда принимают любые решения, которые отменяют такие правила. Кроме того, пример Соединенных Штатов как раз является хорошим связи с того случая, когда конституционные судьи избираются напрямую. Конституционные судьи и парламенты играют сегодня разные роли, выполняют разные функции. Это означает, что исказилась иерархия относительно тех функций, которые играли суды и парламенты. Если вы посмотрите на то, как работают европейские суды, вы увидите четкое разделение функций. Нет взаимодействия, искажения в иерархии, в том, что касается деятельности судов и парламентов. Не только в рамках государственных участников ЕС, но также в рамках регионов этих стран, у которых есть собственные парламенты и судебные системы. Есть также взаимодействие в деятельности судов и парламентов. Кроме того, некоторые функции исполняются в течение долгого времени, если не постоянно. И они постоянно разрабатываются на основе правовой практики. Иногда они применяются, и они постоянно адаптируются и развиваются в соответствии с правовой практикой, которая в основном определяется и регулируется судьями. Легитимизация также постоянно достигается в процессе сознательной правовой коммуникации. Что это означает? Если мы посмотрим на обычные процедуры, судебные процедуры, вы увидите, что есть процесс коммуникации между различными сторонами в процессе и судьями. И в процессе апелляции суд высшей инстанции не только принимает во внимание аргументы и доказательную базу сторон, но и также ранее принятые решения, принятые судами низшей инстанции. Кроме того, опубликованные решения судов также играют очень важную значение, в частности с точки зрения комментариев, которые принимаются во внимание при принятии последующих решений. Иногда решения судов определяются в средствах массовой информации, что означает перенос с профессионального обсуждения решений суда в общественную среду. И кроме того, эти решения обсуждаются обществом, когда они связаны с важными политическими и социальными элементами. Рассматриваем дел. Демократическая легитимизация этих конституциональных решений также основывается на деривативных процессах. Есть общественный форум, механизмы общественного контроля, которые основываются на обсуждении решений суда обществом и соответствующими организациями. То есть решения судов и парламентов теперь заменяются основами коммуникации общества, которые обсуждают принятые ранее решения. Я приведу вам один пример в конце. Два решения судов Европейского суда по правам человека. о наличии распятий в итальянских школах, что нарушает свободу вероисповедания. То есть эти распятия обычно вывешиваются в государственных учреждениях. В 2009 году Европейский суд по правам человека принял решение, что действительно такие распятия нарушают права вероисповедания. Результат был следующим. Итальянское правительство должно было убрать все эти распятия из государственных зданий. Но в Италии это было рассмотрено как шок. Решение было рассмотрено как шок. И итальянское правительство заявило, что оно не будет удалять эти распятия. Но в соответствии с процедурными правами, они попросили отмены этого права в Верховной правовой системе. Кроме того, первое решение было принято большинством. А второе решение, которое опровергло это решение, было принято единогласно. То есть в одном и том же суде, в одной и той же палате, большинство приняло одно решение в отношении того, что распятие нарушает свободу вероисповедания. А затем в этом же самой палате было принято другое, единогласно принято решение об отмене этого решения. Естественно, Страсбургский суд подошел достаточно чувствительно к отношению критики принятия такого решения. И теперь вопрос рассматривается с точки зрения государств, участников ЕС, относительно наличия распятий в школах или нет. То есть это находится на усмотрении у руководства государств, которые должны принимать какие-то меры, если они не согласны с ранее принятыми решениями. Большое спасибо, профессор Малуко. Я думаю, что здесь есть что обсудить тоже потом в рамках дискуссии. Так, уточняющие вопросы? Нет. Есть? Да. Подразумевающие короткие ответы. Не короткие. Ну тогда, может быть, давайте тогда оставим, может быть, на потом. Потому что у нас может не хватить времени. Ну давайте. Интересно узнать точку зрения профессора Ван Кухмаркова. Антон Тарлова, Московский университет. Спасибо вам, профессор, большое за ваш доклад. Мне было особенно, скажем, примечательным для меня, и значимым были два, скажем, положения из вашего доклада, вот, скажем, который бы я попросил вас несколько продолжить. Ну, во-первых, в самом начале своего выступления вы сказали о том, что европейская традиция прав человека, сложившаяся в последнее время, тут разумевает особое внимание к правам меньшинства. К тому, что именно права меньшинства требуют особого внимания, и именно, ну скажем, на их защиту должно обращаться особенное внимание. Но вместе с тем, ну, необходимо учитывать, что, скажем, европейское общество за последние, может быть, десятилетия потерпело некоторые изменения с точки зрения своего этнического и религиозного состава. Если раньше мы говорили о меньшинствах, но только с точки зрения, скажем, социальных, скажем, групп, подвергающихся какому-то социальному притеснению, или, может быть, там, сексуальных меньшинств, то сейчас, как мне представляется, может быть, из России не совсем правомерно, особое значение приобрело положение этнических и религиозных меньшинств, проживающих в европейских странах, и в первую очередь, конечно, говорю о выходцах из исламских стран. Если можно, суммируйте, да? Скажите, не может ли вот это положение несколько, скажем, привести к кризису, имеющуюся в настоящий момент доктрины защиты прав меньшинства в Европе? Не может ли в этом смысле произойти некоторые столкновения, поскольку вот эти меньшинства, проживающие в Европе, иногда их культурные парадигмы, их взгляды на, так сказать, их культурные взгляды иногда входят в резкую противоречие с тем, что уже вырублено европейским обществом? Это очень интересный и важный вопрос, но я боюсь, что мы сейчас просто, если начнем на него развернуто отвечать, то времени может не хватить. Может быть, профессор Ван Хук мог бы два слова сейчас сказать, а потом уже в рамках дискуссии более полно ответить. Хорошо, я просто вам сейчас приведу еще один пример для того, чтобы показать, что проблема весьма многоградна. Так, в Соединенных Штатах в конце 18 века была принята декларация прав человека, что все люди созданы равными, но у них там рабство еще существовало, ого-го, сколько. Почему? Это же противоречит декларации, потому что они не считали чернокожих людей фактически людьми, они не подводили их под это понятие, понятие человека, соответственно, и отношение к ним, вот, это весьма актуально с точки зрения прав человека. И, соответственно, вот, то, что сейчас очень активно дискутируются пытки и специальные способы ведения допроса, да, если я скажу, что профессора университетов – это меньшинство, и нас нужно защищать, они скажут, да, это меньшинство. Ну, с одной стороны, это так, с другой стороны, это не так. Значит, можем продолжить, наверное, все-таки позже. Теперь я бы хотел предоставить слово главному научному сотруднику Института государства и права Российской академии наук Валентине Викторовне Лапаевой. Валентина Викторовна, прошу вас. Спасибо. Уважаемые коллеги, начало обсуждения в рамках Международного юридического форума проблематики справедливости, а я надеюсь, это только начало, это свидетельство нарастающего интереса к этой теме со стороны международного сообщества. В основе этого интереса лежит ощущение и даже осмысление того, что решение глобальных проблем, во всяком случае тех из них, которые приобретают такой явно кризисный характер, не может быть несправедливым. Если эти проблемы, начиная с экологического кризиса и заканчивая терроризмом, как наиболее ярким проявлением кризиса духовного, в принципе решаемые, то они могут быть решены только справедливым образом. То есть таким, который основан на согласовании интересов и позиций всех субъектов глобального взаимодействия. Инструменталистские юридические методы, о которых здесь так часто говорят, не могут дать ощутимые эффекты, потому что они имеют дело со следствиями и не касаются причин глобальных проблем. Точнее, я бы сказала, первопричиной. Такой первопричиной является ограниченность жизненно важных для человечества ресурсов. Именно эта ограниченность ресурсов и выдвигает на первый план проблему справедливости их распределения. Потому что, когда мы говорим о справедливости, как о социальной добродетели, речь всегда идет о справедливости норм и институтов в сфере распределения социальных благ. И жизненно важный характер этих ресурсов не дает шансов на решение проблем при проблемах распределения слишком явно несправедливым образом. Потому что те, кто окажутся обделенными в результате такого распределения, будут бороться до конца, даже если этот конец будет всеобщим. Однако, с другой стороны, это же острота жизненно важных проблем и дает шанс на их справедливое решение. Правда, дает по принципу «не было счастья, да несчастье помогло». Дело в том, что мы живем в такое время, когда никакие государства, социальные группы и даже отдельные люди не имеют той привилегии на безопасность, которой раньше обладали сильные мира сего. Хотя выгоды от экономической глобализации распределяются по принципу накопляемого преимущества, во многом именно из-за того, что политико-правовая глобализация отстает от экономических процессов. Однако риски и угрозы глобализации уже практически почти в равной мере, то есть в одинаковой мере, касаются всех. И вот это равенство сильных и слабых перед лицом общих угроз, об этом хорошо сказал Улья Хаппех в своей книге «Общество риска». Вот это равенство перед лицом угроз и дает шанс на справедливые решения, потому что справедливость всегда результат некоего договора, а договор может быть только между равными, даже если это вот такое равенство перед смертельными угрозами. Формирование справедливого миропорядка, основанного на договорной, то есть правовой, по сути, основе, противостоят сейчас разные проекты силового решения проблем. Это проект установления однополярного мира, формирование некоего глобального правительства на руинах государственных суверенитетов, размывание международного порядка за счет неких сетевых нормативных систем и так далее. Вот в основе всех подобных проектов лежит силовая концепция глобального порядка. Эта же логика противостояния правового и силового подходов работает и на уровне отдельных государств, потому что те вызовы, с которыми они сейчас сталкиваются, это в значительной мере отголоски глобальных рисков и угроз, актуализирующих значение проблемы справедливости. И даже там, где на первый план выходят сугубо специфические внутринациональные проблемы, они имеют такой характер, который еще более обостряет проблему справедливости. Показательны в этом плане наши российские проблемы. Их специфика обусловлена тем обстоятельством, ну, во многом, во всяком случае, что демонтаж социализма путем приватизации социалистической собственности был осуществлен по самой несправедливой из всех возможных моделей. По классификации мирового банка наша приватизация отнесена к инсайдерской, что гораздо хуже другой, тоже плохой, макеавельевской приватизации. Вот эта природа приватизации породила неофеодальное по своей сути слияние власти и собственности. И нелегитимность собственности, блокирующая нормальное экономическое развитие страны. А это породило целый комплекс правовых, политических, нравственных, социальных и прочих проблем, которые уже просто выпьют о справедливости. Однако до недавнего времени в нашей стране проблематику справедливости обыгрывали главным образом левые силы. Да они делали акцент в основном на так называемой социальной справедливости, в которой есть всего лишь некий вид государственной благотворительности, то есть перераспределение доходов в пользу бедных. О такой благотворительности Канн в свое время сказал, иммунеу Канн, я имею в виду, сказал, что она не имеет своего принципа. Значит, она вообще не имеет отношения к проблеме поиска принципов справедливого общественного устройства. А именно в таком контексте, в контексте поиска социального идеала, на Западе уже более 40 лет, если брать отсчет от книги Роуза «Теория справедливости», и идут дискуссии вокруг этой темы. Если попытаться коротко одним словом объяснить, почему мы в России так долго не вспоминали о справедливости, то надо сказать о том, что наше общество вступило в эпоху кардинальных перемен, характеризуясь состоянием, которое специалисты обозначают таким словом, как недоговороспособность. То есть неспособность сформировать общественный договор не о принципах справедливой десоциализации собственности, не о принципах формируемого на этой основе справедливого общественного устройства. Однако буквально в последний год тема справедливости как-то резко сразу всплыла на самых разных дискуссионных площадках страны. И это какое-то качественно новое явление в нашей жизни. Каждый, кто в рамках этих дискуссий говорит что-то о справедливости, оказывается в смысловом пространстве, очерченном двумя основными ментальными традициями европейской правовой культуры как такими двумя осями координат. Это античная традиция, которая основана на понимании внутреннего единства права и политической справедливости, трактуемой как равенство, и христианская, и точнее даже сказать библейская традиция, которая рассматривает справедливость как милосердие. Обе эти традиции осмысления справедливости коренятся в природе человека и соответствуют, как считал Эрих Фром, двум принципам организации человечества-общества матриархальному, основанному на принципе безусловной материнской любви, и матриархальному, основанному на принципах отцовской любви как справедливой награды за достижение. Самое глубокое желание человека, пишет он, добиться такого синтеза, в котором женское и мужское начало, то есть милосердие и справедливость, не только утратили бы антагонизм, но и дополняли бы друг друга. Главный вопрос, который встает в этой связи перед философией права и правовой практикой, это вопрос о том, на какой основе искать этот синтез. Искать ли его в безграничном пространстве нравственного совершенствования или искать его в четко очерченных принципах равенства в сфере права. Ответ на этот, казалось бы, абстрактный вопрос имеет большое практическое значение. От него зависит, на что будет ориентироваться общество в поисках справедливости, и справедливого общественного устройства. Будет ли оно делать ставку прежде всего на нравственное совершенствование, или оно постарается в первую очередь сформировать справедливую правовую систему и имманентно связанную с ней политическую и демократическую систему. Русская философия права, как известно, ориентировалась на первый вариант, вынося понимание права за рамки закона, понимание справедливости за рамки закона в сферу нравственности и религии. За внешней благостностью такого подхода скрывается тот факт, что вопрос о том, что такое общественная мораль и даже что такое чувство верующих у нас решает государство. Такой подход не отвечает главному запросу, обращенному к философии права со стороны социальной практики. Этот запрос связан с выработкой критериев разграничения между правом и законодательным произволом. Эта тема особенно актуальна для современной России, как вы понимаете. Не случайно то обстоятельство, что этот подход, которым тяготела русская, не российская, не современная именно русская философия права, идет вразрез с вектором развития правопонимания в сторону его рационализации, который обозначился в Западной Европе в новое время и продолжается в наши дни. Суть этой рационализации заключается в том, что от представлений, согласно которым право должно соответствовать справедливости как неким морально-нравственным критериям, теория права движется, можно сказать, возвращается к истокам античной рациональности, к тому, что справедливость это имманентная характеристика самого права. В русле такого направления развивается и современная доктрина естественного права и особенно, уж тем более, те многочисленные концепции правопонимания, которые основываются на постклассической рациональности. В российской философии права, в современной российской философии права, это линия на рационализацию правопонимания, свое дальнейшее логическое развитие получила в рамках либертарно-юридической концепции Академии Книрси-Сианса, где справедливость это не просто имманентная, это сущностная характеристика права. С позиции такого подхода право всегда справедливое и только правое и справедливое, никакой справедливости вне права не существует. Справедливость здесь в ходе само понятие права, поскольку сущностный принцип права, принцип формального равенства трактуется как триединство равной меры свободы и справедливости. Право — это и есть формальная справедливость, как равная мера свободы. В рамках этой теории трактовка справедливости как сущности права включает в себя, инкорпорирует в себя идею милосердия, подчиняя ее логике принципа формального равенства. С позиции этого подхода перераспределительная функция социальной политики государства соответствует правовой справедливости, если она не выходит за рамки правовой компенсации, позволяющей социально незащищенным слоям общества подтягиваться под общий равный уровень правоспособности. Вопрос о том, какова мера этой компенсации, решается в рамках демократического процесса правотворчества. Другого способа общества нет, только демократический процесс правотворчества. Вросле этой же логики, я заканчиваю, развивается и современное международное право, когда оно ориентируется, например, на принцип компенсационного неравенства в договорах по содействию международному развитию, на принцип дифференцированной ответственности в международно-правовых соглашениях по охране окружающей среды и так далее. Именно в этом проявляется одно из наиболее таких интересных проявлений той тенденции на рационализацию правопонимания, о которой я говорила. Эта тенденция соединяет в себе эмоциональное и рациональное начало разума. И в ней находят свое проявление богатства человеческого разума, его глубина и гибкость, которые, собственно, только и дают нам какой-то шанс на справедливое решение глобальных проблем, которые стоят перед человечеством. Благодарю за внимание. Валентина Викторовна, большое спасибо. Так, вопрос уточняющий, по-видимому, да? Простите, коллега, правильно ли я понимаю, что в вашем построении следует то, что право и писанный закон есть существенно разные вещи? С позиции того подхода, который я разделяю, право и закон должны совпадать. То есть закон должен быть правовым. Простите, перевод был сейчас вопроса? Я повторю тогда. Правильно ли я понимаю, что право и закон есть существенно разные вещи с точки зрения вашего построения? Нет, конечно, неправильно. Задача состоит в том, чтобы соединить эти вещи и создавать правовой закон, закон, соответствующий сущностному принципу формального равенства. Вообще, вне закона о праве говорить в современном мире несерьезно. Право, если мы можем его, как говорится, сформировать и реализовать, то только в рамках закона. Но закон должен быть правовым. Все, большое спасибо. Очень короткий только, если вопрос. Пожалуйста, говорите в микрофон, потому что иначе переводчики не могут переводить. Ведь начинается все с того, что мы не имеем предельных слов, так? Мы используем право, закон, а что и право все-таки? Право – это закон, соответствующий принципу формального равенства. Не поточнили больше, что право – это законодательство? Ну, можно сказать, совокупность законов, законодательства. Есть, конечно. Вы спрашиваете, какой точки зрения я придерживаюсь? Я ответила. А есть и другие точки зрения. В этом-то, видишь, что послушали много смыслов права. Простите, у нас сейчас вопросы исключительно на уточнение. Потом, может быть, в дискуссии. Хорошо? Спасибо большое, Валентина Викторовна. Вы подняли, очевидно, очень интересные и важные вопросы. Я бы хотел предоставить слово профессору университета Люцерна, Швейцария, господину Адриану Лоритану. Прошу вас, господин профессор. Большое спасибо. Конституционно задаются критерии и распределение полномочий. Уважаемый господин министр, господин Коновалов, уважаемые коллеги и друзья. Я тут недавно имел счастье в Люцерне слышать симфонию Шостаковича. Когда я получил приглашение в Санкт-Петербург и прибыл сюда, я тут же увязал это с моим предыдущим опытом. Потому что я полагаю, что он был одним из первых борцов из числа деятелей культуры против тоталитаризма. Мы на Западе не должны забывать, что у нас были иные тоталитарные государства в 20 веке, Германия, Италия, Испания, Португалия, Гитлер, Муссолини, Франко и Салазар. В данном контексте я хотел бы предложить вам следующий вопрос. Почему закон должен применяться? И вопрос изначального смысла закона, изначального смысла права актуален как для Министерства юстиции, так и для других гражданских институтов. Как отец или как мать, вы знаете, что вы не можете сказать вашему сыну или вашей дочери, делай так, потому что я так сказал или сказала, и все. Аналогично мы можем сказать, что позитивное право, позитивный закон должен соблюдаться абсолютно. Это наибольшая опасность позитивизма, которую отразил Эммануил Кант, живя в городе, который нынче называется Калининград. И, соответственно, возникает вопрос, достаточно ли у закона власти как самого по себе. Теперь тоталитаризм. В тоталитарных системах утверждается, что власть является абсолютной. И это не только общественные сферы жизни, но также и частная сфера. В тоталитарных государствах есть стремление создать новое человеческое существо. Соответственно, закон в таком государстве становится инструментом, посредством которого человек превращается в раба на услужении той или иной тоталитарной идеологии. И связь между властью государства и принципом верхоневства закона отвергается напрочь. В наиболее старых современных демократиях, таких как США, это признается и признается некоторое проникновение властных мер в сферу конституционной легальности. Мы, в частности, знаем, что США практикуют применение специальных тюрьм. Но с точки зрения философии, даже старой и античной римской философии, если вы знаете, был такой философ Аврелий Августин, он также был одним из отцов церкви. В частности, он говорил о том, что государство без справедливо ли не может существовать, иначе это будет просто банда разбойников. Так говорил Августин. И в частности, он приводит следующую цитату. Извините, перескочил. Александр Великий как-то раз привел к себе пирата и спросил его, «Как вы осмелились разбойничать на море?» А он сказал, «Как вы осмелились диктовать свои условия на суше?» Он говорит, «Я могу стать великим пиратом, создам огромный флот, и меня будут звать императором. Какова же разница между мной и вами?» И, соответственно, Августин говорит о том, что государство без справедливости – не что иное, как кучка разбойников. И поэтому у нас сейчас нет министерства закона или министерства права, а есть министерство юстиции. Поэтому нам нужно задуматься о том, что такое справедливость. С точки зрения правового позитивизма, закон определяется как политика власти. Чтобы проиллюстрировать этот тезис, вспомним юриста Ханса Кельсиса. Он обращается к образу Понтия Пилата. И здесь речь идет о том, что таким образом обрисовывается та базовая дилемма, которая существует между властью и правом. Римский эгемон не знал, что такое право, поэтому он дал возможность иудеям проголосовать. И в этой связи евреи сказали «распни, распни, кровь его на нас и на детях наших» и сделали свой выбор. Поэтому в демократии чрезвычайно необходимо верховенство закона. Конституционное государство устанавливает критерии для того, чтобы предотвратить несправедливость и, соответственно, ее легимитизацию законом. Конституционное государство создает критерии в плане того, как поступать с властью. Прежде всего, это критерии справедливости. Эммануил Кант трактует концепцию права как практическое взаимоотношение между одним человеком и другим. И граница сферы свободы присуща этому утверждению. Соответственно, возможности государства по принятию тех или иных мер должны увязываться со свободой человека. Если, допустим, ребятишки играют в футбол, им нужен арбитр, им нужен судья, который бы смотрел за тем, чтобы играли честно и не нарушали установленных правил. Соответственно, то же самое можно сказать и про государство. Я перехожу ко второму критерию демократии. В рамках политической философии определяются два источника легитимизации конституционной демократии. Во-первых, это либерализм, а во-вторых, это республиканство. Какие свободы должны быть превалирующими и главенствующими в рамках законов? Могут ли законы быть легитимными, если они соответствуют основным свободам? Либо, это либеральная позиция, либо могут ли быть законы легитимными, если они основываются на демократическом процессе принятия решений? Это республиканская традиция. Либо же мы рассматриваем оба принципа тождественными друг к другу по источнику, потому что демократию не нужно спорить, не нужно сравнивать с факультативным принятием решения большинством, о чем мы уже слышали. Теперь критерии справедливости. Говоря о справедливости и несправедливости, зависит все от того, с какой точки зрения мы на это смотрим. С точки зрения того, кто нарушил права и свободу другого, либо тот, кто пострадал. Соответственно, с одной точки зрения это будет отсутствие добродетели, как сказал Аристотель, но с другой точки зрения это неприятие или отказ от принятия. Поэтому права человека с точки зрения социальной специфики являются важными индикаторами таких злоупотреблений властью. Но, как мы уже слышали, несправедливость и злоупотребление властью является категорией, которую мы видим на протяжении всей истории. Это и нарушение прав чернокожего населения той или иной страны, либо нарушение прав женщин. И без этого мы не можем представить прошедшую историю человечества. Теперь это расизм и сексизм. И в том и другом случае имеет место и социальная справедливость, которая базируется на принадлежности индивидуума к какой-то группе. Это полностью идет в разрез с концепцией равенства индивидуумов и переходя к следующей концепции. Условия равенства, а это именно то, что должно быть в конституциональном государстве, подразумевает осуществление двух принципов правосудия по Джон Роузу. Во-первых, у всех индивидуумов одинаковые права, и они имеют право наслаждаться фундаментальными свободами на равной основе. И все публичные должности должны быть открыты для любого члена общества. И любое расхождение, отхождение от принципа равенства должно быть должным образом обосновано. В некоторых контекстах это сделать невозможно. И сходство между теорией справедливости и конкретными ее воплощениями упоминалось, в частности, Вольфгангом Хубером, главой евангелистических церквей Германии. Ну и завершая, я хотел бы упомянуть Канта и Роуза. Это золотое правило, которое присутствует во многих религиях. Вот выдержка из Евангелия от Матвея. Всегда относись к другому, как бы ты хотел, чтобы они относились к тебе. Любой, даже атеист, может разглядеть справедливость и желательность того, о чем здесь идет речь. Таким образом, фундамент принципов генерализации по Канту и по Роузу заключается как раз в этой концепции. На этих правовых и философских размышлениях я попытался показать важность критерия справедливости в плане применения власти. Спасибо за внимание. Благодарю вас, профессор Луэртан, за выступление, в котором прозвучали и важные кантианские мотивы, и в понимании справедливости и закона, и позиции Жуна Роуза. Я бы отметил здесь, может быть, в качестве отдельного направления дискуссии, проблему прав человека, насколько мы можем ограничиваться позитивистскими представлениями о них. Но это может быть уже на потом. Короткие вопросы есть? Тогда я предложил бы выступить президенту Уральской государственной юридической академии Виктору Дмитриевичу Перевалову. Прошу вас, Виктор Дмитриевич. Спасибо. Уважаемые коллеги, я полностью разделяю ту озабоченность состоянием дел с идеями права и справедливости. И согласен со многими предложениями, которые предыдущие ораторы, выступающие, и я чувствую, аудитория, готовы разрабатывать для решения вот этих проблем. Я бы предложил один такой метод, который близок ко многим теориям, упоминавшись здесь, а речь идет просто о человеческом измерении идей права и справедливости. Я буквально тезисно попытаюсь это обосновать для того, чтобы сэкономить время. Во-первых, справедливость – это нечто такое, что присуще человеку вообще. То есть это свойство, качество, это сторона бытия человека как такового. Право в самом первом приближении – это то, что благодаря развитию самого человека как разумного, при соблюдении каких-то мер справедливости было достигнуто во взаимоотношении с другими людьми. Для начала вот такой постулат. И совсем недавно я прочитал, что вот ученые, американские ученые Джорджии провели исследование и обнаружили, что у обезьян тоже есть чувство справедливости, причем близкое к человеческим. То есть я не за то, чтобы еще раз сказать, что мы произошли от этих существ. Здесь не этот вопрос, но речь идет о том, что у каждого человека, очевидно, это вот чувство справедливости существует. И другое дело, когда мы с вами рассуждаем, юристы, в какой мере это чувство справедливости отражено в субъективном и объективном праве. Разумеется, здесь масса проблем, которые можно обсуждать бесконечно. Но я считаю, что, скажем, для субъективного восприятия, вот для человека конкретного, право в нескольких ипостасях воспринимается. Но прежде всего это, конечно, позитивное право. То есть те нормы, те меры наказания и так далее, и так далее. Это совершенно ясно. Плюс там вся мощь принудительная, которая стоит за спиной этих норм. Но, во-вторых, это право воспринимается как естественное. Потому что человек знает, что вот он живет, потому что он обладает какими-то правами. И вот надо, чтобы эта справедливость была в использовании этих прав. Причем я хочу уговориться, права человека, права и свободы человека не исчерпывают вот всего того многообразия человечности, которое заложено в праве и, ну и, естественно, в идее справедливости. Это отдельная дискуссия, это отдельная тема, и она уже начинает подниматься в литературе, в науке. Но, кроме этого, человек как субъект, он еще мыслит, поскольку разумное существо. И для него существует идеальное право. Может быть, на основе, естественно, правовых притязаний, тех позитивных норм, которые он считает положительными для себя. И, наконец, он реально, то есть осуществляет, делает какие-то шаги, поведение, действия. То есть существует для него реальное право. Разумеется, в настоящее время это в такой степени позитивное поведение обеспечено, что аномалии все-таки мы считаем исключением. Но были времена в истории, когда аномальное поведение считалось и обыкновением. Но по мере развития все-таки человека разумного и по мере развития тех институтов и самой категории, скажем, справедливости, которая все больше и больше становится естественной, и примеры тому Конституции и европейских стран, и наша Конституция 1993 года развернулась лицом к человеку. Но этого еще недостаточно. Недостаточно, потому что необходимо вот через призму человека и делать дальнейшие шаги во всем. И в отношении, так сказать, понимания права и закона, соотношение права и закона, то, о чем сегодня говорили, великолепно. Более того, я хочу сказать, что, может быть, нам пора начать сначала с тех знаний, которые получает человек о праве. Ну, я бы назвал, допустим, условно, юридические знания. Я считаю, что это тоже целая градация этих знаний есть. Если мы не будем обращать внимание на это, то мы будем терять время и ресурсы. Есть, я убежден, ну, не на примере вот чувства справедливости обезьян, немножко иных примеров, но мы убежден, что существуют врожденные юридические знания, которые передаются на генном уровне человека. И отсюда, очевидно, необходимо иметь в виду все это, последствия. Далее, естественно, обыденные знания, то есть обычные человек, профессиональные, доктринальные, мы с вами знаем, ну и, наконец, овеществленные, то есть те знания юридические, которые в законах, конструкциях различного рода юридических. И вот если мы это не будем учитывать, конечно, мы можем иметь какие-то, ну, последствия, которые потом трудно будет исправлять. Учитывая взгляд ведущего и время, я на этом и закончил дымом для того, чтобы развить. Большое спасибо, Виктор Дмитриевич. У меня есть ощущение, что серьезный фундамент для последующей дискуссии у нас как-то заложен получился в течение первой части. Предложил бы сейчас сделать некоторый перерыв на кофе, ну, я не знаю, минут 15, это нормально. Единственная сложность, что для того, чтобы пройти кофебрейку, нужно перейти в другое крыло. И через 15… Так, небольшая коррекция. Если аудитория стерпит еще 10 минут, то я просил бы тогда выполнить свои обязательства перед организаторами форума и поучаствовать в качестве спикера, а уж потом, как получится, в каком качестве, в котором получится. Тогда предоставляем слово министру юстиции. Простите за обоздание, по порядку причин произошло. Я жалею, что пропустил уступление других спикеров, поскольку уровень этих уступлений исключительно высок, как показывают те, что я успел прослушать. Ну и, собственно, уровень вопросов, которые обсуждаются с точки зрения их сложности, глобальности, масштабности, таков, что, ну, аж дух захватывает, я бы сказал. Меня так сегодня кидает из одной страшной, так сказать, аудитории в другую. В одной мы обсуждали проблемы соотношения угроз, которые стоят перед правовыми системами и средств, которые они применяют для предотвращения или минимизации этих угроз. Ну, а здесь вопросы еще более глобальные. Я ни в коей мере не буду претендовать на то, чтобы сформулировать какие-то хотя бы предпосылки к итоговым выводам, которые сделают круглый стол. Тем более, что мне кажется, что мы не должны перед собой ставить такую задачу конкретную по выработке каких-то уже совершенных или претендующих совершенных формулировок. Мне кажется, сам факт того, что мы определяем для себя определенные границы проблематики, которые мы собираемся обсуждать и в этом году, и, может быть, в последующие годы на Санкт-Петербургском юридическом форуме, это уже неплохое дело. То, что мы хотя бы рискуем эти вопросы ставить на повестку дня и начинаем осваивать эту проблематику, которая когда-то была на самом деле насущной для людей, и они с нее начинали, в том числе и позитивное нормотворчество, с осмысления корней основ права, предпосылок его успешности, его восприятия индивидами и их группами. Но сейчас, к сожалению, из-за того, что колоссально усложнился, интенсивировался, разнообразился гражданский оборот, политическая сфера, гуманитарная сфера, из-за того, что колоссальным образом разрослось позитивное право, до корней, до основ дела уже доходят крайне редко. И, к сожалению, законотворчество часто приобретает подчас весьма спорадический характер, реагируя только на те конкретные угрозы, которые возникают в данный момент времени. Там, например, объем прироста национального волового продукта, либо рост или падение цен на энергоносители, законодатель начинает срочно перестраивать какие-то из регуляторов с тем, чтобы попытаться минимизировать риски или каким-то образом стимулировать позитивные процессы в экономике, в социальной сфере, которые лежат на поверхности. Но, тем не менее, мне кажется, что постановка вопроса организаторами круглого стола абсолютно правильно. И те вопросы, которые под вопросом, которые сформулированы в повестке дня, это и попытка определения самого понятия права, его корней, его первоосновы, и понятия справедливости, определения неких нравственных начал в праве, и мотивация к следованию закону, все это абсолютно правильные задачи, которые организаторы стола для себя сформулировали. Вот по поводу последнего момента, по мотивациям применения закона, я и хотел, может быть, сказать несколько слов, повторяю, не претендуя ни в какой мере на какую-либо значимость сказанного, просто как некий вклад в общую дискуссию. Мне представляется, что, хотя человек колоссально изменился за последние столетия, даже тысячелетия, но изменился внешне и занимается подчас совершенно другими делами, чем когда-то давно. И самое главное, что изменилась колоссально его погруженность в вариативные ситуации. Жизнь человека стала исключительно разнообразной. В течение одного лишь дня современный человек, даже не являющийся представителем какой-либо высоко динамичной профессиональной принадлежности, сталкивается с таким количеством ситуаций, на которые он должен реагировать, в которых он должен проявлять в том числе и свои нравственные убеждения, и свою мотивацию к применению закона в своей жизни, такового, которое не снилось, может быть, за целый год или, может быть, даже за полжизни какому-нибудь крестьянину тамбовской губернии стоили 200 лет назад в России. Но на самом деле коренные мотивации к следованию закону у человека все равно поменялись. По-прежнему человеком движет некий инстинкт или некое стремление к самосохранению. И как когда-то писали в далекой древности еще античные философы, два вектора – стремление к наслаждению, боязнь страданий. Вот вокруг этого все более-менее строится. В наше время как угроз страдания, так и вариантов наслаждения, естественно, намного порядков больше, чем это было в античном обществе или в обществе средневековом, или даже в эпоху нового времени. Но векторы остались прежними. И таким образом мы должны постараться просто четко понять, как в сегодняшнем многообразии социальных ситуаций эти направления себя реализуют. В некоторых других аудиториях прежде мне уже доводилось предлагать взгляд на, наверное, тоже опять-таки нереволюционный взгляд на уровни мотивации к следованию закону. Начиная от первого уровня, так своего рода эмпирического, на котором человеком в основном движет страх, во-первых, страх претерпевания наказания за нарушение писанного закона, каким бы он ни был, в каком бы он в обществе себя ни проявлял. И б, страх от неограниченного законом противоправного поведения другого индивида или другой группы, которая будет посягать на интересы, на права, на безопасность самого этого индивида, который для себя оценивает, нужно ли, не нужно ли ему следовать закону. Вот такой страх, он, наверное, всегда являлся своего рода первоначальным мотиватором, мотивацией некой самой простой категории, самым первым уровнем этой мотивации. На втором уровне человек уже, если выразиться проще и прямее, начинает включать голову или мозги. И это уже уровень рациональный, уровень некой рефлексии, когда в дело вступает, в том числе, осмысление определенного исторического опыта. И когда человек начинает понимать, что следует закону выгодно не только в силе минутной ситуации, когда может появиться полицейский или стражник или разбойник, наоборот, который их не боится или который ими никак не ограничивается, и либо от тех, либо от других я могу пострадать. Но когда десятки, может быть сотни или тысячи подобных микроситуаций, случившихся с разными людьми вокруг конкретного индивида, который для себя решает вопрос о мотивации к применению права, складывается в общее понимание того, что жить по закону в конечном счете выгоднее. И пускай не сегодня, не сейчас, но не в такой уж отдаленной перспективе это обязательно себя проявит. Через год, через два, через пять, через десять лет. Ну здесь простой пример из области гражданского права, последствия недействительности сделок. Как известно по законодательству большинства стран, в том числе и по российскому законодательству, ничтожная сделка не увлечет последствия никаких юридических моментов своего совершения. Это так на самом деле или не так, де-факто. Де-факто огромное количество сделок, которые совершаются, в том числе в нашей юрисдикции, влекут видимые правовые последствия, влекут определенный переход имущества, использование, извлечение полезных свойств из этого имущества и так далее. Но это положение является шатким до тех пор, пока не выяснилось подоплека, основа такого перехода, таких юридических последствий. Ну а когда количество совершенных сделок с определенными пороками в какой-то конкретной юрисдикции начинает, опять-таки, простите за волосгаризм, шкалить, то могут начинаться уже и более глобальные проблемы с товароборотом, правопорядком. Так, к сожалению, было и в новейшей истории России неоднократно. Ну и наконец, третий уровень мотивации к применению закона и права, это уже уровень в чем-то иррациональный, когда вне зависимости от того, накажут меня сейчас или не накажут за совершение нарушения закона, вне зависимости от того, насколько я рационально, интеллектуально заинтересован в том, чтобы закон преобладал и торжествовал, я все равно следую определенному нравственному оперативу, определенному закону, вне зависимости от того, есть ли вокруг меня вообще кто-либо, кто меня к этому понуждает. И здесь уже ключевым понятием является понятие долга. Я воспринимаю следование закону, следование определенной конструкции, зиждется ли она на нравственных началах, либо на моем скрупулезном следовании конкретному писанному закону, либо на чем-то ином, на какой-то иной оценке. Тем не менее, я все равно безотлагательно и безальтернативно выполняю то, что я считаю, должно выполнять. Конечно, оптимально, когда все три уровня мотивации совпадают, но мы должны уважать и иметь в виду, по крайней мере, и первые два в зависимости от их, скажем так, актуальности и востребованности. Я хочу привести один короткий, может быть, пример, который вас чуть-чуть отвлечет и расположит к чаепитию. Начав так на старости лет вновь заниматься греблей, я страдаю очень сильно от владельцев моторных лодок. Я от них страдаю в Москве, я от них страдаю в Санкт-Петербурге, в других местах, где я появляюсь со своей лодкой. Везде есть эти люди, которые не соблюдают правила движения по воде, скоростной режим, маршруты движения и так далее, ну и которым абсолютно наплевать, есть ли кто-то вокруг, они или нет. Я думаю, что это для России характерная ситуация. Я от них уехал в Австралию на две недели и обнаружил, что их там полным-полно, и у них эти лодки еще больше, они движутся еще с большей скоростью. Тогда я понял, что это просто некая особая категория людей, владельцы моторных лодок, которые присутствуют везде. И это, к сожалению, только первый момент, который я понял для себя. Дальше я понял, качаясь на волнах, что эти люди, ладно, что они везде, они хотят быть везде, они очень настойчиво хотят быть везде. И, наконец, третье, что самое плохое, это то, что они не нуждаются в моторных лодках для того, чтобы быть везде. Это просто особый склад мировосприятия. Я следую правилам, например, знаку об ограничении скорости, только в том случае, если возле знака дежурит полицейский, который меня немедленно накажется, я это правило нарушил. Если его нет, и если по некоторым признакам я понял, что он не появляется с известной регулярностью, если один раз нарушил, два раза нарушил, пять раз нарушил, если он не появляется во все эти пять раз, то, значит, можно нарушать и дальше без особой боязни. Ну и которым самое главное, абсолютно все равно, страдает ли кто-либо от их действий, либо нет. У меня есть моторная лодка, либо что-либо еще, самолет, яхта, бизнес, власть в моих руках и так далее, деньги. И я воль нах применять так, как я захочу, вне зависимости от того, какой это произойдет эффект, позитивный или негативный на окружающих. Я думаю, что вот этот простенький очень пример на самом деле очень показателен, и показателен в том числе и потому, что 2000 лет, в том числе христианской традиции, нас ничему не научили. Мы по-прежнему живем вот примерно в этом, в этой парадигме. Мне кажется, очень важный момент, который, как мне кажется, пытается так подспутно продвигать господин Сладков, и, наверное, он эту тему еще скажет, это момент разграничения права и описанного закона. Я думаю, что здесь есть несколько подводных камней, ну и вот важно в этой дискуссии пройти так между Сциллой и Харибдой, потому что мы, следуя этому тезису, неизбежно рискуем скатиться вот в дулистическое понимание естественного права, когда мы будем говорить о том, что есть некое идеальное законодательство, которое от нас безнадежно далеко, но которое, тем не менее, есть и которое можно применять. И у нас есть писанное право, которое несовершенно, плохо воспринимается, часто нарушается и так далее. И вот мы должны выбрать между одним и другим. В то же время, совершенно неправильно, мне кажется, следовать нормативистскому подходу, в том числе в понимании основных начал законодательства, его принципов, как это принято говорить, в теории права в том числе. Потому что, например, в советской науке право совершенно четко было понятно, что принцип это то, что закреплено в законе в качестве некой основной догмы и то, что диктуется правящим классом, который на сегодняшний момент формирует законодательство. Мне кажется, тоже глубоко ошибочная история, когда считалось, что если чего-то, что претендует на роль принципа в законе нет по каким-то причинам, то значит, это вовсе не принцип. Скорее, дело наоборот, это становится бедой и проблемой законодательства, которое в себя не включило это основное положение, если оно действительно таковым, то есть принципом права является. К этому вопросу нужно подходить очень бережно и аккуратно и к формулировке основных начал законодательства, которые в моем представлении и являются естественным правом, хотя мы ходили вокруг этой категории много десятилетий, даже столетий и где-то подчас стеснялись его таковым признать, а где-то наоборот пытались его вознести на некий пьедестал, подчас неоправданно или не слишком рационально понимая, в чем его смысл, в чем его природа. Мне кажется, что у нас есть как минимум два пути для того, чтобы преодолеть то отторжение права, которое сегодня объективно есть в людях, причем не только в России, я боюсь, что и в других правых системах тоже, по крайней мере то, что происходило два года назад в районе Тоттенхэм в Лондоне или то, что происходило чуть раньше в Новом Орлеане во время преодоления последствий доводнения, показывает то, что даже в таких уважаемых бастионах правосудия и незыблемости правоприменения оказывается все держится исключительно на первом уровне мотивации. Как только она исчезает на какое-то время, полицейским или военнослужащим не добраться до затопленных районов или полиция использует тактику некого мешка и не мешает так называемым восставшим громить и сжечь свой город, немедленно начинается грабеж и такая война всех против всех. Это значит, что все там не так уж благополучно в мотивациях. Поэтому мне кажется, что первое, что нужно сделать против такого отторжения, это все-таки, как это не банально звучит, следовать по пути совершенства неправых систем и правоприменения. не нужно 100 килограмм соли для того, чтобы засолить 100 килограмм мяса, нужно, наверное, может быть, всего 100 грамм или 500 грамм, но не нужно пренебрегать той ролью, тем примером, которые конкретные честные квалифицированные юристы, где бы они ни работали, могут продемонстрировать и выступить дополнительной мотивацией к тому, чтобы люди уважали закон и следовали ему. Но, конечно, исключительно многое зависит и от в целом переосмысления права, и от понимания того, чем оно является. Я думаю, что это некий глубокий конфликт и некое очень важное соотношение таких явлений, мы об этом сегодня говорили в конце другого круглого стола, о котором я уже упоминал, таких важнейших глобальных явлений, как контроль и доверие. Во всех случаях это конфликтующие понятия, это некие две тектонические плиты, которые соседствуют с другом, в разных правых системах играют разную роль. Наверное, нет таких, где совсем нет контроля или совсем нет доверия, хотя, наверное, отдельные уродливые примеры и того и другого можно подобрать. Но, в общем и целом, это всегда некий баланс, всегда некое соотношение, корректируемое, адаптируемое каждой из правых систем с учетом специфики ментальности людей, с учетом истории, с учетом условий, в которых эта правая система на сегодняшний момент развивается. Я сам себя, видите, уже выключаю, сейчас я заканчиваю. Здесь было много экскурсов, в том числе библейскую историю, я тоже хочу один экскурс сделать, хотя он, конечно, не очень квалифицированный. Я думаю, что момент отказа от управления судей в истории израильского народа был вот таким переходом от доверия, от системы доверия к системе контроля, когда от управления народом, выбранными народом, людьми, которым народ питал безусловный авторитет, и которые вмешивались в частные дела только в самых крайних случаях, когда это действительно требовалось для обеспечения общей безопасности, общего социального существования, к той системе, когда во главе народов стал царь, который безусловно, постепенно, шаг за шагом стал наращивать механизмы и инструментарии контроля. Можно как угодно называть эти системы правления, демократии, ахлократии, монархии, но суть остается в одном – каково соотношение доверия и контроля. Вот это, мне кажется, немаловажный фактор, который имеет смысл обсуждать, в том числе в разрезе роли справедливости и этических основ права. Спасибо вам за внимание. Большое спасибо, Александр Владимирович. Вы очень точны. Спасибо большое, господин министр. Вы ставили очень хороший фреймворк для нашей дальнейшей дискуссии. Крайностей юридического идеализма и позитивизма. Что касается кофе-брейка, значит, давайте попробуем все-таки определить 15 минут, но если все соберутся раньше, 10-15 минут. Итак, мы возвращаемся к нашей секции. У нас есть несколько заявок на комментарии, такие более уже развернутые, чем в первой части. Как я говорил, наверное, нужно ограничиться 5 минутами максимум в комментариях, иначе мы рискуем не успеть. У нас остается практически полчаса. Начнем, пожалуй, вот так. Алексей Павлович Козырев, заместитель декана философского факультета Московского государственного университета. Алексей Павлович, прошу вас, микрофон только, пожалуйста. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я участвую в этом форуме не как профессионал, я не юрист, я историк философии, поэтому мне очень интересно было выслушать сегодня мнение столь высоких и авторитетных ученых в сфере именно права и философии права. Но у меня все равно складывается вот некоторое ощущение такой растерянности, которым можно было бы выразить словами Данте. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Потому что то, что происходит сегодня с правом в глобализирующемся мире, в меняющемся мире, в мире, где особую роль играет меньшинство, гражданское общество, в каком-то смысле, мне кажется, вызывает растерянность не только у философов, но и у самих юристов. Вот уважаемый профессор Марк Ван Хук говорил о влиянии общества на решение международных судов, Страсбургского суда, когда было отменено постановление о распятиях в Италии. Но понятно, да, здесь речь идет о международном суде, но вот когда речь идет о внутреннем суде, может ли сегодня гражданское общество определенным образом восстать против решения внутреннего суда, как это было, например, в сильнейшем давлении на юридическую систему России в деле о Пуссерае, когда не только наши правозащитники, но и международные правозащитники обвиняли суд, требовали, значит, восстановить их в правах, отменить якобы незаконное решение суда. И это вызывает вопрос, ведь традиционно право считалось инструментом государства. Происходит ли нечто такое, что делает в каком-то смысле право сегодня инструментом гражданского общества в большей степени, чем инструментом государства? И как, на каких паритетных началах они распределяются в этом отношении? Это проблема, которую я просто хочу поставить, а может быть и задать в качестве вопроса уважаемому профессору Ван Хуку. Второе, вот что бы я хотел сказать, отреагировав на выступление уважаемой Валентины Викторовны, которая представляет российскую традицию философии права, и это замечательно, потому что вот в том специфике нашей страны, что у нас была выдающаяся школа философии права, она была представлена кафедрой энциклопедии и философии права Московского университета, это линия Чечерина, Новгородцева, Владимира Соловьева, Евгения Трубецкого, Ивана Ильина, у нас была питерская философия права, Лев Петражицкий, психологическая теория. Вот, к сожалению, после революции эти замечательные традиции были изничтожены, и право стало, в общем, пониматься как инструмент принуждения господствующей власти. Сегодня мы стоим перед лицом попытки возобновления этих традиций, и у нас на факультете, где я работаю, в 2008 году была воссоздана кафедра философии политики и права. Есть также соответствующие профессора, по крайней мере, на юридическом факультете, которые занимаются этой проблематикой. И мне кажется, что мы недооцениваем сегодня вот ту замечательную традицию, которая у нас была в дореволюционной науке. Вот Валентина Викторовна сказала, что она делала упор на отождествление права с моралью и на приближение права, скажем так, к идеальным религиозным нормам. Но мне кажется, это не совсем верное утверждение, потому что все-таки русская философия права ориентировалась именно на ту самую западную рациональную традицию естественного права, которая шла от Лейбницы через Гегеля и Канта и таких замечательных представителей философии права XIX века, как Краузе, Георг Елинек. Вот Владимир Соловьев, когда он определяет право как минимум добра, очевидным образом ориентируется на эту традицию, которая существовала вовсе не в русской православной традиции, а именно была ориентирована на традицию Краузе и Елинека в западной философии. И интересно, что сегодня вот эта идея Владимира Соловьева, которая связывает право и нравственность, она выражена даже в основах социальной концепции русской православной церкви, где буквально прямым текстом сказано, что задача права заключается не в том, чтобы жизнь на земле превратилась в рай, но в том, чтобы она не превратилась в ад. Соловьев добавляет здесь слово «то времени не превратилось в ад». И мне кажется даже, что в определенном смысле вот эта традиция русской философии права пошла дальше западной, потому что она поставила серьезный вопрос о том, как раз в чем специфика права относительно морали, относительно религии, относительно религиозной веры, мы стоим перед лицом необходимости усмотрения того, что правовую норму делает правовой нормой. И вот этот вопрос очень серьезно ставили и рассматривали и Евгений Трубецкой, и Иван Ильин, который обращался здесь к феноменологии Эдмунда Гусарля, к понятию очевидности, к необходимости с очевидностью усмотреть эту высшую суверенную норму, ну, например, норму ценности человеческой жизни, на основании которой мы будем формулировать и все остальные правовые нормы. И в связи с тем, что и психологическая теория права здесь тоже работала, а где та воля, которая утверждает эту норму в качестве высшей нормы, как достичь общественного консенсуса, как достичь общественного признания. Понятно, как это возможно в религиозном обществе, в средневековом обществе, в эпоху Фомы Аквинского, где церковь представляет собой тотальность, но совсем непонятно, как достичь этот общественный консенсус в современном, плюралистическом, демократическом обществе. И мне кажется, что вот эти русские философы, которые были ведь еще и практиками, братья Трубецкие, стояли у истоков российского либерализма, создавали Конституционно-демократическую партию в 1905 году, дали много ответов на эти вопросы, как раз не сливая религию, мораль и право, а пытаясь найти те тонкие, но четкие перегородки, которые позволяют их разделить. И не ответив сегодня на эти вопросы, в завершении просто хочу вспомнить о одной защите в очень авторитетном научном заведении, связанном с правом, я не буду говорить в каком, но защищалась диссертация по философии права Владимира Соловьева. И вот члены ученого совета бросили черный шар аспирантке и выступили со словами, ну какое отношение к добру имеет закон о пенсиях. Закон это формальная норма, закон никакого отношения ни к добру, ни к нравственности не имеет. Вот в определенном смысле такое расхожее позитивистское настроение, скажем так, многих представителей юридической науки, связанных еще вот с такой прежней, скажем так, советской эпохой. Вот это показатель. И если сегодня мы не попытаемся как-то сломать в себе это сознание и все-таки сказать себе, что имеет любой закон, который слушается, читается, государственной думой отношение к добру, потому что если он не имеет отношения к добру, то по всей видимости он имеет отношение к злу. И это понятие, которое связано не только с религиозной жизнью, не только с той или иной конфессией, но которые связаны вообще с человеком как существом нравственным по своей природе. Спасибо. Спасибо, Алексей Павлович. Поскольку профессор Козырев обращался в том числе к двум докладчикам, может быть вы хотите что-то ответить, профессор Ван Хук, Валентина Викторовна, единственное, что нужно учитывать, что все-таки у нас осталось 20 минут. И многие могут не успеть выступить, поэтому по возможности достаточно тезисно. Да, ну тогда давайте, может быть, Валентина Викторовна. Да, я смотрю, профессор молчит. Я хочу сказать коротко вот что. Я несколько утрировала, говоря о том, что русская философия право отождествляла право и нравственность. Но на самом деле, если она в чем и была, самобытная. Ее вклад в мировую философскую мысль связан именно с этим. В чем недостаток такого подхода? Очень хорошо показала дискуссия между Соловьем и Чечерином. Если вы внимательно почитаете дискуссию, вы увидите, что в общем-то Соловьем был прав. Это представление о том, что право – это некий минимум в рамках безграничной нравственной сферы, на самом деле, как говорится, не только размывает понятие права, но оно, как говорил Чечерин, и очень обиделся на него за это Соловьем, оно, по сути дела, дает государству решать вопрос, что есть общественная мораль и нравственность. Но это не означает недооценки русской философии права, потому что она, конечно, вот эта ее линия, она оказала большое влияние и на Западную философскую правовую мысль, но только в этой части. И вот эта тенденция к икотизации права, которая у нас сейчас возрождается, она, мне кажется, неверная, потому что она делает акцент на нравственное совершенствование общества, а это дело очень долгое. А акцент надо делать на формировании правовых и демократических институтов. Спасибо. Профессор Ван Хук. Я согласен с тем, что Вы сказали об инструментах гражданского общества, но это, в принципе, нормальный результат того, что все равны перед законом, включая государственные органы, представители государственных властей обязаны его одинаково соблюдать, и в различных культурных традициях мы это видим. И люди сейчас стали гораздо более осведомленными, чем в прошлом. Это, естественно, и, на мой взгляд, нормальный результат. Протеерей Владислав Цыпин, профессор Московской Православной Духовной Академии. Глубоко уважаемые коллеги, я собирался сделать выступление, маленький доклад, но нет уже времени для этого, и возникла дискуссия, в которую я хотел бы присоединиться. И вот вслед за предшественником моим я бы также хотел вернуться вот к некоторым идеям, высказанным глубоко уважаемой Валентиной Викторовной. Мне представляется, что была сделана очень сильная переоценка иррационального начала в традициях русской философии и права, которая, ну, искажает фактическое положение дел. Никто из ответственных и трезвомыслящих русских философов, в том числе и писавших на тему философии и права, никогда не пытался отождествить право и нравственность, право и христианскую этику. Другое дело, они настаивали на, во-первых, значимости нравственного начала в праве, и, во-вторых, на том, что жизнь общества не исчерпывается правовым регулированием, что есть действительно сфера морали, которая гораздо более универсальная, широкая и более тонкая материя, чем право. И это же относится не только к истории русской религиозной и нерелигиозной правовой теории, но и к истории и генезису самого русского права. Оно не представляло собой во все времена своей истории некую альтернативу западному европейскому праву, потому что корни того и другого одни и те же. Русское право, естественно, заимствовало свои основные начала из Византии. Что же касается права Византии, то даже нельзя сказать, чтобы византийское право что-то заимствовало от римского права. Византийское право это было прямым продолжением римского права, которое, однако, шаг за шагом подвергалось модификации под влиянием христианской этики. Но это была очень аккуратная, очень гибкая модификация. Дело в том, что совершенно очевидно, и это понимали законодатели византийской эпохи от Юстиниана и даже до Юстиниана, от Святого Константина, и Феодосия Великий, и Юстиниан Великий, и те их юридические консультанты, которые работали вместе с ними, ну, Требониан, что этика Евангелия, этика Нагорной проповеди, она может быть реализуема только в межличностных отношениях, но она не может быть в полной мере применима к устройству государства, она не может быть в чистом виде как таковая основой правовой системы. И поэтому римское право продолжало существовать. Это не было следствием некоего недосмотра, а это было просто следствием абсолютной необходимости. И во всем дальнейшем русское право развивалось под прямым непосредственным влиянием византийского права. Более того, другие источники русского права, скажем так, более аутентичные, в том смысле, что более автохтонные, они едва ли были важнее византийских влияний. То есть, собственно, славянское право, если в него всматриваться более внимательно, то оно окажется не очень-то существенно отличающимся от права германского. Русская правда вполне несовместима с теми правдами, с солическим законом. Это, в общем-то, примерно один и тот же, одно и то же правосознание. Поэтому вот так обстоит дело с истоками. Но, конечно, у каждой национальной правовой системы есть своя специфика. По-другому просто быть не может. Национальные традиции являются реальным фактом, который невозможно игнорировать и который не может не дать о себе знать. И вот, что бы я хотел в этом отношении сказать, это характерно, особенно может быть, для русского права московской эпохи, эпохи от 15 века. И даже тут рубежом будет не столько Петровское время, сколько время Екатерины Великой. Вот это было характерно для русского права. Это приоритет долженствования над тем узким значением слова право, которое обозначает мое право, право на то или другого. Вот этот акцент на долженствование, это действительно некая специфика русского права. Но опять-таки она не носит совсем универсального характера. Права, разумеется, как права, принадлежащие лицам, оставались. Но тем не менее, наличие прав у тех или иных категорий российских граждан, российских подданных, они мотивировались действительно необходимостью служения в той или иной форме государства, общественному плану. Скажем, право землевладельцев, помещиков на землю и на крестьянский труд было мотивировано тем, что помещики, собственно, составляли вооруженную силу русского государства. Ну и мы можем это видеть и относительно других состой. В этом отношении очень любопытное характерное наблюдение сделано в свое время историком Ключевским, который сказал, что у нас отмена крепостного права ровно на сто лет задержалась. По справедливости, которая, в общем-то, лежит, я думаю, это все же общепризнано. По-другому просто нельзя смотреть на право, иначе, как на реализацию идеи справедливости. Так вот, по справедливости, считал он, крепостное право должно было быть отменено тотчас же вслед за изданием манифеста о вольностях дворянских. С тех пор, как дворяне были освобождены от обязательной военной службы, исчезла логика крепостной зависимости крестьян от своих землевладельцев. Вот некоторые наблюдения над собственно реальным, над реальным действовавшим в истории России правом, ну, эти наблюдения заставляют нас все-таки делать более осторожные выводы относительно наличия большой пропасти. Ее обыкновенно преувеличивают эту пропасть между... Потому что, повторяю, корни права западноевропейского, российского, одни и те же. Это римское право, и, конечно, это евангельская христианская этика, которая одинаково важна была на всем протяжении истории. Трудно сказать, мы живем сейчас в постхристианской или не постхристианской империи, но до недавних пор жили в христианской эпоху. И для Запада Европы, и для Востока. Спасибо, отец Владислав. Евгений Николаевич Салыгин, Высшая школа экономики, Москва. Большое спасибо, уважаемые коллеги. Сегодняшний разговор мне представляется чрезвычайно интересным, важным и полезным. Не так давно проводилось социологическое исследование Институтом социологии, Академии наук, готовы ли российское общество к модернизации. Это было в 2010 году. Порядка двух тысяч респондентов по регионам были опрошены. И среди проблем, которые поднимались российским обществом, на первое место вышла проблема справедливости. Более 40% для себя посчитали, что важнейшие проблемы в обществе – это проблема справедливости. Дальше шла проблема равенства, ну и на последнем месте стояла проблема демократии. Поэтому, конечно же, понятие справедливости и связь справедливости и права представляет важный интерес. Но всегда в понятии справедливости будут различные точки зрения, мнения, и вряд ли можно достигнуть понимания какого-то общего, чтобы тем более было согласие не только лишь среди исследователей, но и в обществе. Потому что, когда мы говорим о справедливости как о мере равенства, то, опять-таки, возникает вопрос о понимании равенства. И, конечно же, фундаментальная проблема судей – кто? Кто скажет, вот это действительно равенство и справедливость, а это нет. Поэтому, конечно, важна также и сама процедура, сам процесс того, как мы эту справедливость определяем и как мы эту справедливость достигаем и уж тем более как мы ее обеспечиваем. Даже если будет самое безупречное понимание справедливости, даже если мы попытаемся это реализовать в законах, проблема, опять-таки, остается. проблема реализации очень и очень справедливых законов. В этой связи, конечно же, коммуникативная теория дает немало интересных решений, поскольку в праве коммуникация, безусловно, необходима. И коммуникация позволяет именно добиться какого-то общего понимания того, справедливо или несправедливо та или и норма закона. И здесь мы понимаем, что понятие справедливости, оно изменчиво в различные исторические периоды, так же, как меняется общество с его представлениями. И каждый закон должен пройти через массу коммуникаций, и в этом случае гарантируется его легитимность, в этом случае больше мы добиваемся и справедливости этого закона. Поэтому, конечно же, коммуникативный подход как раз и указывает на некоторые пути объединения права и справедливости. Хотя и у него тоже есть, на мой взгляд, серьезные проблемы, над которыми необходимо думать. Безусловно, право – это многогранное, это многоаспектное, полицентричное явление. И коммуникативный подход, он, наверное, не учитывает в должной мере понятие еще и иерархии, поскольку право невозможно представить без иерархии. Всегда, даже если мы ее не видим, вопрос об иерархии источников права станет в суде, и какой-то ответ суд в этом отношении даст. Евгений Николаевич, можно уже резюмировать? Поэтому и коммуникации вокруг права, они тоже бывают различными. Наша коммуникация вокруг права одного уровня, коммуникация в Государственной Думе второго уровня, в правительстве третьего, в администрации президента четвертого уровня, а в суде пятого уровня. Поэтому, конечно же, чтобы гарантировать хотя бы какую-то легитимность, важно договариваться о правилах того, как мы будем коммуницировать, как мы будем строить диалог относительно права, чтобы оно было приемлемо, и вовлекать в процесс законотворчества тех людей, в отношении которых эти законы будут действовать. И чем больше будет круг обсуждений, чем больше будет единого понимания, тем мы в большей степени приблизимся к какому-то соотношению приемлемому права и справедливости. – Большое спасибо. Дмитрий Владимирович Сладков, город Саров. – Слушайте, да, попытка несколько буквально сделать выводов, заведомо неполных. Но перед этим, в связи с тем, что рассказывал господин Ван Хук об итальянской истории, в связи с тем, что господин Ван Хук рассказывал об истории, произошедшей в Италии, не могу не удержаться, не рассказать о том, что когда-то произошло лет 10 назад на Соловках, где несколько веков был христианский монастырь, а потом был страшный лагерь смерти. Там представительница правозащитного общества на одной конференции сказала, возведение креста на Соловецком кладбище нарушает права похороненных там мусульман, иудеев и атеистов. В ответ на вопрос, не нарушает ли отсутствие креста права похороненных там христиан, она сказала, конечно, нет. И это, конечно, оно было совершенно искренним и совершенно очаровательным. Какие из этого можно сделать выводы? По крайней мере, два. Два вопроса. Насколько универсальными являются наши представления о праве и справедливости? Это раз. И второй вопрос. А что мы защищаем, используя правовые инструменты? Какой уклад жизни? Понятно, что здесь тоже могут быть очень разные мнения и представления. Вот господин Перевалов дивную вещь произнес. Многообразие человечности. Увидеть это многообразие и признать его в том числе реализуемое вправе. Ну, слушайте, да, Валентина Викторовна. Конечно же, мне очень сложно согласиться с утверждением о том, что справедливость это результат договора и договор может быть только между равными. Потому что, ну, я же знаю историю немножко и знаю прекрасно, что представления о справедливости и несправедливости, они живут в условиях самого страшного угнетения и неравенства и насилия. Прекрасно живут. И мы прекрасно знаем, что законы права в истории сплошь и рядом оформляли неравенство. И это было в некотором смысле справедливо с точки зрения одних людей и несправедливо с точки зрения других людей. И, ну, да, я понимаю прекрасно призывы министра к осторожности, когда он говорит, что не надо слишком уж сильно разделять идеальное понятие о праве и писанный закон. И не надо склеивать право и справедливость. Совершенно верно. Ну, вы понимаете, ведь долженствование – это одно, а наличная реальность – это другое, это далеко не одно и то же. Здесь дивный совершенно у меня родился пример. Есть такой автор Олдус Хаксли, да? Его перу принадлежит одной из самых страшных антиутопий XX века «Прекрасный новый мир». Вот настолько, что покинул министр юстиции, а там в романе есть министерство правды и министерство справедливости. Вот что бывает, когда это склеивается. И с моей точки зрения, понимаете, тот зазор, который существует между тремя, для меня, по крайней мере, это три реальности, может быть, даже четыре – правда, справедливость, право и закон. Вот тот зазор, который существует, ведь не случайно же в языке разные слова. Он, этот зазор, это дистанция, имеет весьма важную творческую природу. Когда мы говорим «правовая система», мы видим нечто статическое. А для меня очень важна здесь интенция, динамика, стремление. Может быть, даже не столько справедливость сама по себе, сколько наше стремление к справедливости. Понимаете, и по большому-то счету я, вообще говоря, большой пессимист, глядя на происходящее. Потому что я прекрасно помню, что написано в апокалипсисе, и там, между прочим, тоже правовая терминология применяется. Почему настанет конец света с точки зрения автора этой последней книги Нового Завета? Потому что от избытка беззакония охладеет любовь. От избытка беззакония. И в этом смысле оказывается, как это ни странно, ни прямо, это русский синодальный перевод. Понятно, что надо очень внимательно смотреть, как это написано в оригинале по-гречески. Но тем не менее. И хотя Александр Владимирович Коновалов здесь утверждал, что человек изменился за прошедшие века только внешне, но я вспоминаю мнение другого авторитетного человека. Есть такой русский религиозный философ, ныне живущий Сергей Сергеевич Харужий. И он говорит, в чем урок 20 века? Человек сдвинулся. Человек сдвинулся под вопросом сами привычной для нас границы человечности. Простые факты 20 века, такие как Холокост, и не только еврейский, но и русский, и камбоджийский, и так далее. Такие как рынок операций по перемене пола в сотни тысяч операций в год, терроризм и прочее, они меняют для нас представление о природе человека. И я задаю вопрос, а как этот сдвиг оформляет себя в праве, в наших представлениях о праве? Где здесь меняется правосознание? Как сохраняется в нынешнем праве представление о должном и наше стремление к должности? Я бы обозначил нашу общую задачу как, я бы сказал так, восстание против распада права. В некотором смысле это вопрос нашей воли к жизни, к тому, чтобы оставаться людьми, которые с моей точки зрения, только с моей, созданы по образу и подобию Божию, а это накладывает на нас некоторые обязательства. Спасибо, Дмитрий Владимирович. У нас, в принципе, уже не осталось времени. Если очень тезисно, Сергей Владимирович Юсов, профессор Ростов-на-Дону, Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы. Очень коротко, если можно. Добрый день, коллеги. Очень интересная дискуссия, безусловно. И я думаю, она чрезвычайно полезна именно тем, что разные точки зрения все слышат и пытаются понять. Я думаю, что это то, чего не хватает политикам, и не только России, но и политикам, которые сейчас в целом управляют миром, стоя во главе самых крупных государств. Мне бы хотелось обратить внимание, что мы спорим о мире, в котором пытаемся сочетать право и справедливость, в то время, когда отчетливо видны две тенденции, которые мы не можем не замечать, и которые, мне кажется, непосредственно имеют отношение к предмету нашей дискуссии. Во-первых, это общая неудовлетворенность значительной части граждан разных государств с существующим устройством и правое государство. Конечно, это явления послекризисные, можно сказать, но в целом можно говорить о том, что они нарастают. Посмотрите, сколько оптимизма было по поводу Объединенной Европы. На днях в РБК опубликовали результат тотального опроса граждан стран Евросоюза. 58% опрошенных жалеют о том, что их государство входит в Объединенную Европу. 58%. Где теперь этот оптимизм и эти надежды на единую Европу? И вторая тенденция, это, конечно, то, что сама коммуникация, которая в какой-то степени влияет на понимание и право, и справедливости, полностью изменилась по скорости и по вариативности и по сегментации. И когда мы говорим о справедливости и о праве в субъективном его понимании, можем ли мы не думать о том, что эти понимания формируются сейчас на серверах Твитера и Фейсбук? Если нет, то где? И хоть нет, хоть да, каким образом мы говорим все время о сочетании этих двух важнейших понятий и само сочетание крайне важно действительно для мира устройства сегодняшнего, на которое мы пытаемся здесь по мере сил повлиять, хочется верить в лучшую сторону. Если мы пытаемся сопоставить такие быстро меняющиеся, непостоянные и очень субъективные понятия, это тоже очень серьезная проблема. Сегодня только отчасти было затронуто понятие правосознания и правовой культуры, от которого, мне кажется, очень сильно зависит будущее мира. Мне кажется, что для этого делается очень мало сегодня и в том числе мало делается и ассоциациями юристов. Мотивация к исполнению закона правосознания была одной из подтем сегодняшней нашей секции. Об этом говорил почти каждый в той или иной степени, но очень фрагментарно. А это, видимо, чрезвычайно важно как раз для того, чтобы усилия ученых, политиков, государственных деятелей и просто граждан каждого государства могли бы привести к лучшей жизни в условиях тотального кризиса отнюдь не только экономического, но и политических и правовых систем. И что самое страшное может быть, как раз система правосознания. Мне хотелось бы нам всем пожелать лучшей жизни, успеха форуму. Спасибо его организаторам. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Вы совершенно правы. У нас действительно вообще больше нет времени. Два предложения, просто не больше. Владимир Алексеевич Шмелев, проректор Православного Святотихоновского гуманитарного университета Москва. Это действительно будет два слова. Я воздержусь от того, чтобы повторяться, хотя больше, конечно, хотел сказать именно про философский аспект нашего разговора, но уже сказано было много, с чем-то хочется поспорить, чем присоединиться. Тем не менее, это за рамками нашей дискуссии. Я хотел бы добавить одну ремарку, которая сегодня не звучала и которая, мне кажется, полезна для будущих разговоров на эту тему. Эта ремарка совсем не философская, а лингвистическая. Потому что Дмитрий Владимирович сейчас в рамках своего выступления сказал, что не случайно в языке существуют разные слова. Но тут важно понимать, что для разных языковых картин мира как раз эти слова разные. И если в русском языке Министерство справедливости это представляется чем-то из утопии, то Министерство Джастис собственно и есть основное название Министерства Юстиции. Ну собственно Юстиция и Справедливость и во французском языке и в английском не различаются. Поэтому вот просто в нашем разговоре я думаю, что важно такую сформировать правильную систему перевода, тем более, что когда мы говорим именно в философском контексте об абсолюте, о представлениях об абсолютных основах права, они едины для всей христианской цивилизации, но просто правильно называем мы вещи по-разному и это важно понимать. То есть ряд права, закон, справедливость, юстиция в русском языке, law, justice and fairness, о котором говорил профессор Лоридон, это английская реальность и так далее. Вот хотелось бы это учитывать. Спасибо. Большое спасибо. Я должен попросить прощения у тех, кто не успел выступить, у нас действительно не осталось времени, потому что гости уже должны идти на экскурсии. Дискуссия не закончена, это совершенно очевидно, она открыта и я так подозреваю, что есть безусловно какая-то востребованность этой тематики и мы, наверное, все-таки будем продолжать говорить об этом и в дальнейшем. Я сердечно благодарю всех вас, кто принял сегодня участие в нашем разговоре. Огромное спасибо всем выступавшим и давайте будем продолжать размышлять на эту тему и надеюсь, что она выльется в такую очень серьезную большую дискуссию. Еще раз огромное спасибо. Всего хорошего.